С ним с расширением. Просто когда нас слушают зрители там из России, они думают, Россия в порядке, она стоит, газ качают, Сахалин-2 качают 10 миллионов тонн каждый год. Уже много-много лет. И вот этот новый суперпроект, против которого американцы сейчас ввели санкции, это 20 миллионов тонн. Ну, в два раза больше, но тем не менее сопоставимые величины, да. И то, что Газпром, вы говорите, там ничего не умеет, да и хрен с ним и не надо уметь. То, что Газпром не сделает из 10-20, да не надо. Вот для России сейчас вот стабильность, это самое важное. Нет, нет. Потому что задача, обозначенная в энергетической стратегии, в официальной энергетической стратегии и во многочисленных заявлениях российского руководства, задача выйти на более мощные места в мировой торговле с жиженным природным газом. Потому что сейчас вот эти российские заводы, два главных крупных, это вот Ямал-СПГ, этого консорциума и завод на Сахалине, Сахалин-2 так называемый, они дают миру 7,5% рынка вот этого жиженного природного газа. А задача вывести на 30%. Вот какая задача. И когда они насчитали все проекты, которые вот есть, во-первых, прибавили туда вот этот проект Арктик-СПГ-2, они прибавили туда два маленьких еще проекта, которые тоже начали работать на Балтике. Там, ну, крошечные проекты, но они работают все-таки. И у Газпрома там есть проект на 13 миллионов тонн вот этого СПГ, балтийский проект в Усть-Луги Газпромовские. Он практически отложен, потому что не могут найти, кто им поставит технологии, что вообще там можно. Ну, Газпром, как всегда, не умеет это делать. То есть все там отложено у Газпрома. А задача-то грандиозная, то есть подостроить там еще каких-то заводов, кроме Арктик-СПГ-2. Должен был Арктик-СПГ-1. Там, ну, идет доразведка, идет уточнение запасов вот этого газа, который там может быть. Арктик-СПГ-3. Да еще есть проекты сделать на Сахалине, не на Сахалине, а около Владивостока что-то. Есть проект якутского газа. Да, Роснефть еще вылезает со своими проектами какого-то газа таймырского. То есть, когда насчитали все эти проекты газа, получилось, да, смотрите, какие гигантские совершенно планы у России есть. Вот у меня такое подозрение, что американцы, когда посмотрели на все эти планы, сказали, слушайте, а что это, мы же тоже делаем жижный природный газ. И мы больше всех, вот в этом году, в прошедшем году, американцы обогнали и Катар, обогнали Австралию, двух других главных поставщиков газа на мировой рынок и вышли на первое место. И дальше будут накручивать. В этом году ожидается еще очень большое увеличение американского экспорта с жиженного природного газа. А они сколько, американцы, гонят жиженного природного газа в целом за границу? 10, 20, 50? Нет, они уже больше 70 миллионов тонн гонят. А, обалдеть. Нет, все равно Россия дает половину этой суммы, то есть это реальная конкуренция. Но, Михаил Иванович, как говорится, эти слова можно отнести в Кремль. То, что вы сейчас сказали, очень понравится в Кремле. Они скажут, вот видите, нас бьют не за войну в Украине, а нас, американцы, чисто за бабки. Это коммерческий спор, это борьба за рынки. Как только Россия, так сказать, попыталась составить реальную конкуренцию Америке в экспорте с жиженного природного газа, тут же бабах и все. Да, положа руку на сердце, можно сказать, вот смотрите, конкурент. И вот действует, вроде бы, какие факторы? Первое, американцы не хотят конкуренции России на этом рынке, на рынке жиженного природного газа, который наиболее перспективен. Он не зависит от газопроводов, от каких-то, от долгосрочных вот таких вот контрактов. Ну, это как нефть уже, по всему миру можно все это продавать. Это первое. Второе, у России есть преимущество, у них низкие цены на газ. То есть ниже цены, в принципе, в добыче газа, чем у тех же самых американцев. И третье, у России там идет еще и государственное стимулирование. Вот для того, чтобы построить завод Ямал-СПГ, впервые распечатали фонд национального благосостояния. И оттуда кредит выдали вот этому международному консорциуму. А дальше, ну, обогнали Россию, а теперь надо не давать ей, вот планы-то какие у России, грандиозные совершенно, надо не давать ей высунуться, чтобы американцы вот этот вот рынок подмяли, в общем-то, под себя. Да, да.